Всем привет, друзья! Меня зовут Роман Шай. Мы продолжаем прививать здоровые привычки, готовить вкусную и полезную еду, а самое главное – получать от этого максимум удовольствия. Сегодня мы с вами приготовим пирог из рыбы. Это такая некая вариация на рыбную кулебяку, как бы это ни звучало. Итак, нам с вами потребуются следующие компоненты. Вкусная рыба. Вы можете взять треску. Я сегодня взял минтай. Мне кажется, что именно минтай в этом пироге звучит очень вкусно. Это очень сладкая белая рыба. В этом пироге то, что надо. Очень большое количество зеленого лука. Я заранее отварил яйца. Берите крупные, вкусные, лучше деревенские яйца. И наш самый вкусный российский компонент – это майонез. Ну, его совсем чуть-чуть, мы же все-таки полезное готовим. Итак, для начала мы с вами сделаем начинку. Начинка очень простая. Нам нужно будет для начала нарезать яйца. Именно нарезать, да, не натереть. Здесь вся фишка состоит в том, чтобы все резать достаточно крупно. Как говорится, большому куску и рот рад. То есть прям крупно режем яйца, такими крупными кубиками. Складываем в какую-нибудь большую глубокую миску, чтобы нам было удобно все это перемешивать. Далее будем мы с вами нарезать зеленый лук. Зеленый лук, конечно, заранее нужно хорошенько помыть, обсушить, чтобы не было лишней воды. Белую часть лучше всего не использовать. Ее можно отрезать и использовать, например, на какие-нибудь супы или бульоны. А вот зеленую часть мы с вами нарежем. Обожаю пироги с луком и яйцом, но когда я попробовал добавить в мою любимую начинку еще рыбу, получилось в миллион раз вкуснее. Поэтому, друзья, не бойтесь никогда экспериментировать. Готовьте и наслаждайтесь процессом. Итак, начинаем нарезать нашу рыбку. У меня филе. Я взял уже замороженное филе в магазине. Можете, конечно, заморочиться и разделать сами, но зачем, когда уже все готово. Нарезаем рыбку достаточно большими кусочками. Мне кажется, это очень здорово, когда попадается большой кусок рыбы в пироге. И закидываем в мисочку. Хорошо, когда рыбка немножко не доразморозилась. Резать гораздо удобнее. Итак, друзья, мы с вами нарезали начинку. Теперь будем все это соединять и приправлять. Итак, берем лук, яйцо. Все переваливаем в большую миску. Я думал, мне хватит этой, но нет. У меня очень много рыбы. Сюда добавляем минтай, морскую соль, черный свежемолотый перец. Приправляйте хорошенько. Нет ничего хуже пресной еды. И добавим немножко майонеза для связки. И теперь эту начинку мы с вами должны положить в тесто. Это может быть дрожжевое пирожковое тесто. Можете его купить, можете сделать сами. Но есть очень простой выход. Если вы очень хотите пирог, и вам лень возиться с тестом, или вы по какой-то причине не знаете, как делать тесто, возьмите слоеное бездрожжевое тесто, только хорошей фирмы какой-нибудь. И все это можно положить в слоеное тесто и получить пирог всего лишь за каких-то 25 минут. Нам потребуется тесто, кусочек, и немножечко муки. Припыляем стол и тесто мукой с обеих сторон. Самое главное, сделать тесто одинаковой толщины везде. Проверить можно очень легко. Возьмите ладошкой, проведите по тесту, и вы сразу поймете, где толсто, соответственно, и где тонко. Теперь отряхиваем от лишней муки, как тряпочку. Духовку я разогрел уже на 180 градусов в режиме верхней и нижней тены, плюс конвекция. Пирог будет запекаться всего лишь 25 минут. И будем наслаждаться. Итак, возьмем сырое яйцо, разобьем его в мисочку и взобьем вилочкой. Смазываем тесто по краешкам, чтобы начинка у нас с вами никуда не выскочила. Не вылезла. Закладываем сюда начинку. Есть несколько способов формовать пироги, но самый простой – это в таком виде штруделя. Здесь у нас начинки на два пирога, на два теста, поэтому я выкладываю начинку... Вот так, наверное, надо. Выкладываю начинку ровно половину. Не распределяем начинку по всему тесту, а концентрируем ее такой, как бы, колбаской. Теперь будем заворачивать. Накидываем тесто наверх, слепляем краешки. Отлично. И еще немножко подворачиваем. Самый краешек заворачиваем наверх. Он у нас смазан яйцом, поэтому прилипнет очень хорошо. Это сюда, краешки. И переворачиваем наш пирожок. Вот получается такое, как бы, полено. Как штрудель такой, но, правда, с рыбной начинкой. Так, берем противень, пергамент. Пергамент должен быть хороший. Обработан кулинарным силиконом с двух сторон. Либо можете выпекать на силиконовом коврике, что тоже очень хорошо. Теперь перекладываем наш чудесный пирожочек на противень. Придаем ему красивую форму. Супер. Смазываем яйцом. Если хотите, можно желтком. Так он будет темнее. И можно сделать какую-нибудь красивую отделку. Например, возьмем нож в тупую сторону и сделаем такие полосочки на пироге. С другой стороны также. Если тесто немножко вздулось, можно сделать посередине маленькую дырочку, чтобы выходил лишний пар. Отлично. Ставим в духовку. Итак, 180 градусов, 25 минут. Режим верхней и нижней тены плюс конвекция. И заваривайте чай. Итак, перекладываем пирожок на какую-нибудь досточку. Итак, начинаем резать. Смотрите, какой сочный. Так, выкладываем на тарелочку. И все. И никакого украшения даже не нужно. Он просто фантастически пахнет. Чай заварили. Пора есть. Приятного аппетита, друзья.